Насколько важно выработать сейчас иммунитет к нашим подрастающим поколениям? Иммунитет против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусова произнести от всей души с вниманием? Только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником Церкви, ее членом. Видите, тему объявили такую сложную, что не так просто, видимо, найти настоящий даже подход к тому, чтобы она была раскрыта надлежащим образом. Давайте представим себе, что мы едем на корабле, и вдруг обнаружено в нем сильнейшие пробоины, которые закрыть ничем нельзя. Корабль начинает тонуть. Что будем мы делать? Странный вопрос. Ясно, что будем делать. Будем искать средства спасения. Не правда ли? Не правда ли? Как мы ошибаемся? Это какие-нибудь умные, может быть, люди начинают искать средства спасения. Мы не такие глупые, как эти умники. Каждый рожденный человек приговорен к смерти. Неужели кто-то этого не знает? Каждый, без исключений. И что мы делаем? Мы ищем средства спасения? Да, если и ищем средства спасения, то только от того, что неминуем погибнет. Тело обязательно погибнет и умрёт. Вот здесь мы... Я не знаю, применяю какие только усилия для того, чтобы вылечиться, спасти, что-то сделать, куда-то поехать, как-то лечиться. Всю душу отдаём на это. Это неудивительно. Это естественно. Однако, однако удивляет другое, что мы не занимаемся самым главным. тем, о чём говорит не только религия, о чём говорит здравый смысл, о чём говорит наш разум, о том, что человек – это не какое-то, знаете, животное существо, которое погибает вместе со смертью тела, а у которого есть начало вечной жизни. И это начало начинается здесь, в этой, как писал апостол Павел, телесной храме. О спасении бы должен думать человек каждый. Это было бы разумно, это было бы логично. О спасении не просто того тела, которое обязательно погибнет, хотя это не отрицается, а о спасении той сущности, которая именуется на религиозном языке душой. Так вот, этот вопрос, вопрос о спасении души, хотя он и является для большинства людей, для подавляющего большинства людей, наименее значительным, не обращающим на себя практически никакого внимания, он-то является как раз самым главным и центральным. И вот что здесь по этому поводу можно сказать? Что это такое спасение? Что предлагают разные религии по этому вопросу? Что говорит христианство об этом? Что говорит православие об этом? Сущность всей религии, сущность, если хотите, христианства и православия заключается именно в ответе на это, на это, что сделать, чтобы спастись? Мы тонем, так? Что будем? Есть, пить и веселиться? Недаром святоотеческая мысль говорит, что мы находимся именно вот в этом промежуточном состоянии, состоянии от так называемой жизни к состоянию смерти. И с этой смертью внешней, оказывается, начинается та жизнь, которая уже не имеет конца. как же отвечает на этот вопрос христианство? Что оно по этому поводу говорит? Что необходимо человеку для того, чтобы приобрести жизнь вечную? В этом сущность христианства. Прежде всего, оно указывает на Христа. Это интересно. На Христа как Спасителя. Мы привыкли очень часто слышать эти слова «Христос – Спаситель», а что стоит за ними, подчас оказывается и не очень понятным, не очень ясным. Что такое Он Спаситель? От чего Он спас? Говорят, от смерти? Так мы по-прежнему все умираем. А от грехов мы все грешим. А что же Он спас? Что Он сделал такого, что Он именуется Спасителем? Понятно было бы, если бы Он в своей жизни дал какие-то великолепные законы общественной жизни, государственной жизни, если бы Он установил справедливые законы, если бы Он всех накормил, напоил, если бы Он всем дал комфорт этой жизни, вот, это был бы Спаситель. Не правда ли? Да. Именно этого и ищет наше сознание. Вспомните, кто читал Евангелие, когда Христос накормил пять тысяч человек и скрылся от людей, ибо они хотели, как там написано, нечаянно взять Его и сделать Царем, Он незаметно удалился от них, показав этим, что не для того Он пришел, не для того, чтобы накормить и напоить. Хотя в то же время, как помните, в своей молитве Отче наш, Он научил молиться в частности и о следующем. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. христианство, Христос, не отвергая наших нужд этого мира, этой жизни, в то же время наш взор, наше внимание, нашу душу обращает на другое, на то, что не имеет конца, не на приходящее и оканчивающееся неминуемой смертью, а на то, что будет иметь вечность, это даже не бесконечность, вечность – это другая категория. Ну, по крайней мере, хотя бы в наших таких уж не совсем точных формулировках можно сказать, вечность – это бесконечность, хотя эта категория гораздо более высокого порядка. Так вот, что же Он сделал, если Он никакого не дал блага на земле? Ничего не сделал. Даже от рабства не освободил еврейский народ, ну, от рабства какого? В зависимости от римской власти. Иудея была частицей Римской империи. Этот вопрос сейчас приобретает особенно насущный характер перед лицом тех катастрофических изменений религиозного сознания, которые мы наблюдаем все. Сейчас очень сильная тенденция понять христианство в чисто социальных категориях. Понять и вот именно в том смысле, что оно может принести нам здесь, дать здесь на земле и только. Вы слышите, какая беда? И только. Что может дать здесь на земле? Поэтому мы сейчас видим на международных христианских конференциях интересную тематику, которая говорит о социальной справедливости, о мире, о прогрессе, о развитии, о культуре, о технике, о науке, о чём угодно. Ну, правда же, интересно, мы тонем, и вдруг тонущий человек, корабль, который вот-вот может в любой момент перевернуться, ибо мы не знаем, в какой момент мы умрём. И вдруг я занимаюсь чем? А из какого материала сделан этот корабль? А как бы сделать его получше? Правда? А как оформить? Как расписать? И прочие всякие вещи. Как создать больше комфорта? На каком корабле? Тонет корабль. и чем занимаюсь? Ну, вы обратите внимание. Я не знаю, приходилось вам читать или нет. Пожалуйста, потом почитайте. Посмотрите тематику всех международных христианских конференций. Это высшей степени показательное явление. О спасении в плане духовном, о спасении, которое должен наследовать каждый человек, об этом практически ничего не говорится. Нет этой темы. Мы идем в русле той мирской идеологии, для которой ничего, ничего другого не нужно, кроме блага на земле. Как решить наши политические проблемы, экологический кризис, экономический кризис, всё это нас нахвынуло, нагрянуло, и вот мы об этом только и думаем. Наверное, должно быть понятным то, что если корабль действительно тонет, мы должны подумать о том, что мы должны сделать в первую очередь. Кем является Христос? Если он не социальный и не политический деятель, если он не тот, который приносит земное благо людям, кем же тогда он является? Кстати, отвлекусь. Вот та устремлённость современного христианства к решению исключительно земных проблем свидетельствует, что когда придёт тот, который будет обещать все блага земные, будет принят кем? Христианами. Слышите? Христианами будет принят. Ибо мы этим полностью охвачены и увлечены. Что угодно, только не проблемы духовной жизни. Что сделал Христос? Первое, может быть, о чём, но это носит чисто богословский характер, но, может быть, это и не помешает, что он сделал для человечества? Если мы вспомним первоначальную историю бытия человеческого, то, наверное, может быть, поймём, исходя отсюда. Если когда мы говорим о спасителе и о спасении, то мы прежде всего должны решить вопрос, а в чём заключается погибель? От чего спасать? От чего спасать? Просто сказать от греха – это слишком общо и даже просто непонятно. помните, что произошло в начале человеческой истории. Человек возмнил себя Богом. Вот эти первые строки библейские, которые говорящие о древе познания добра и зла, говорящие о том, что человек сорвал этот плод и о том, что таким образом он отпал от Бога. О чём говорят? услышите, в какой простой словесной оболочке выражены потрясающие глубокие истины. Ведь что это такое означает-то? Где же не картинка та лубочная, которая рисует там змей, там Ева, срывает яблоко и так далее? Суть-то в чём? Что человек, которому была дана власть над всем этим миром, человек, который обладал всей полнотой знания, всей сущности, если хотите, всех тварей всего этого мира, человек, который таким образом находился в славе, вот, слышите, какое искушение он увидел себя Богом этого мира. В Библии произнесены слова очень интересные. Древо познания добра и зла – это идиома еврейского языка, который означает в переводе познание всего, то есть, то есть, быть, как Бог. Бог знает всё, Он – полнота познания, и Я буду знать всё. Срываю этот плод. Что значит, срываю плод? Возмнил о себе, что Он Сам есть Бог. И как только я возмнил о себе, что я Сам Бог, я Сам всё знаю, я Сам всё повелеваю, мне всё покоряется, психологически, понимаете, что произошло? Мне Бог не нужен, не только не нужен, Он же препятствие на пути моего самообожествления. вот где произошёл разрыв между Богом и человеком, между человеком и Богом. Бог мне не нужен. Вот в чём корень того события, которое такими простыми и образными словами описано в Библии. Христианство, оказывается, говорит о каком-то внутреннем состоянии человека, при котором только та благодать Христова, которая принесена им, его жертвою, действительно становится достоянием человека. Вот, оказывается, при каком условии. Вы знаете, одним из глубочайших заблуждений, которое глубоко присутствует в сознании, можно сказать, ветхого человека, то есть в нашем языческом сознании, потому что мы не знаю на сколько, но на основной процент больше язычники, чем христиане. Это, конечно, самое одно из искушений как-то отделаться внешними церемониями, забывая о том, что Духа Святого нельзя загнать насильно, никакой формулой, никакой крещальной формулой, никаким внешним причинением, никаким внешней исповедью, когда человек вместо раскаяния в грехах приходит и отчитывается перед батюшкой в грехах, а то ещё допишет ему, почитай, батюшка, ну, а я пока в магазин схожу, образно говоря. Не отчёта проделаны грехах, а покаяния и должно быть. И если у человека нет этого, то Бог же это всё видит, Бог же есть Дух, Он всё видит в состоянии нашей души, и если в сердце человеческом нет вот этого осознания своего недостоинства, своей греховности и обещания быть перед Богом, жить перед Богом по доброй совести, обещания, насколько хватит сил больше не творить никакого зла, если этого не будет, тогда не можем мы принять Христа в свою душу. Жертва Христова совершена, а восприятие её нами, людьми, происходит только на пути сознательного отношения к христианским заповедям, к Евангелию, к жизни своей души. В связи с этим очень важно ещё понять один момент, который помогает также уяснению христианства. Не нужно, так сказать, смешивать разные совершенно реалии нравственность и духовность. Нравственные нормы жизни, они достаточно очевидны, и они тем отличаются, что мы их можем наблюдать, мы их можем видеть. Они, так сказать, объективно опознаются. Что такое? Кто такой нравственный человек? Тот, который не совершает поступков, противоречащих общим видимым нормам поведения. То есть, он не убивает, он не ворует, он не изменяет, он не нарушает законов, он ведёт себя этично, скажем, и тактично. То есть, он вообще, вся его видимость вся нормальная. Он нравственный человек. Это же понятно. вот что такое нравственность, открытая для нашего видения. Нравственный тот, кто ведёт себя в соответствии с теми нормами, которые предписаны, если хотите, во всех почти нравственных религиозных требованиях. Духовность – это совсем другое. Нельзя смешивать эти вещи. Я могу быть нравственным человеком, и в то же время, вы же понимаете, никто не видит, что во мне, сколько во мне зла, сколько зависти, сколько тщеславия, сколько лицемерия, сколько притворства, сколько внутреннего обмана, лицемерия в моём поведении даже. Никто этого не видит. Внешне я хорош. Вы слышите? Я внешне могу быть вполне нравственным человеком. Вы ко мне ничем не придерётесь. А внутри вы вспомните, как Христос говорил о фарисеях. Вы подобны грабам окрашенным, которые снаружи вы кажетесь прекрасными, а внутри исполнены всякой мерзости. Так вот, оказывается, христианство обращает внимание не просто на нравственность, она необходима, естественно. Человек-убийца никогда не может быть духовным. Не просто обращают внимание на нравственность, а вся суть христианского внимания, внимания христианской религии, вся суть направлена на что? На исцеление души, на внимание к душе человека, к его духу. Поэтому мы видим удивительную картину в Евангелии. Христос, посмотрите, осуждает кого? Тех, которые исполняли все нормы закона, закона Божьего. То есть, самых православных людей он осуждает. Лицемеры, порождение хитни, и каких только, ой, чего только нет. И в то же время, вы обратите внимание, что он ни разу ни разу не обличил видных, совершенно очевидных грешников. Более того, заявил такие удивительные слова, я пришел призвать неправедников, ясно мнимых, ясно мнимых, слышите, вот этих, так называемых, нравственных, я пришел призвать неправедников, а грешников к покаянию. Нездоровый имеет нужду во враче, но больные, вы думаете, что, действительно есть здоровые, что ли, в духовном плане? Нет, конечно, а те, которые мнят себя здоровыми, самое ужасное, что может произойти с человеком, это когда он мнит себя здоровым, когда видит себя здоровым, не нуждающимся уже, и в чем, как Феофан Затворник говорил, сам дрянь дрянью, а все твердит, не смеяк уже прочие человечества, я хорош, а прочие? Вы слышите? Это удивительное, конечно, Евангелие, это удивительная книга, действительно названа Вечная Евангелие, она говорит, эта книга говорит о том, о чем не говорил никто и никогда. Вы подумайте, все религии о чем говорят? Что необходимо для спасения? Исполнить, исполнить заповеди, не правда ли? Ну, конечно, и разве мы от этого откажемся? Повторим? Ой, как нужно быть осторожным, первым в рай вошел не тот, кто исполнил все заповеди, все решения, постановления закона, первым в рай вошел разбойник, который сам сказал, мы достойные по делам нашим принимаем. То есть, действительно, он был бандитом и осудили его действительно и справедливо. Вы слышите, что христианство говорит? Это беспрецедентное нечто в истории всего религиозного сознания, всей, всей истории человечества. Все же мы понимаем, для спасения нужно все исполнить же. Хочешь спастись, исполни. И вдруг Христос говорит совсем другое. Он осуждает фарисея, который хвастался и оправдывает мытаря, который бил себя в грудь и говорил, Боже, милостив будем не грешнику. Он женщине, взятой в прелюбодеянии, говорит, и я тебя не осуждаю, иди и впредь не греши. Он разбойника первым вводит в рай. Это религия вообще потрясающая. Мы касаемся самой сути христианства. Послушайте, что такое. Кто спасается? Что сделал разбойник? Всего сказал. Всего сказал. Только мы достойные по делам своим получили. Помяни меня, Господи! Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем! Вы знаете, о чем? Что говорит эта потрясающая фраза? Подумайте только, разбойник даже в мыслях не имел, чувств не имел, что он может там оказаться. Что вы? Ты меня помяни там! Ты! Я там никогда не буду! Я буду вот где! Я знаю, что я мерзость и преступность и мое место только в преисподней! Ты меня там помяни! Вы слышите, какое потрясающее осознание, какое покаяние! Осознание и покаяние! Вот сущность христианства! Мы говорим о сущности! вот она где! Увидеть себя! К одному преподобному, Сесой Великому, пришел подвижник и говорит «Отче, я имею непрестанную память Божию!» Сесой Великий ответил ему «То невелико, велико увидеть себя ниже всей твари!» Вы слышите, какие вещи? Велико увидеть себя ниже всей твари! А представьте себе непрестанная память Божия! Что такое? Непрестанная молитва! Человек в молитве постоянно, в подвигах! Это же пустыня! Подвижник! Кажется, вот, весь пламенеет молитвою! И ему ответ действительно великий! Тот был подвижник и, наверное, святой, но невеликий! А Великий сказал «Это невелико, велико увидеть себя ниже всей твари!» Сколько таких примеров в житиях святых, которые все в одно слово говорят «Пожалуйста, вам, Макарий Великий, тот, кто читает утренние молитвы, тот, наверное, наверное, помнит такую молитву, Боже, очисти мя грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотворих благое пред тобою!» Нет, вы только подумайте, это Макарий Великий, которого его сподвижники назвали земным богом, настолько это был потрясающий праведник, такая святыня, такая благодать в нем, и он что пишет «Николи же сотворих благое пред тобою!» Критерием принятия Христа, критерием принятия благодати Божией, критерием спасенности, вот, оказывается, что является. Думали ли мы когда об этом? Разбойник ни крещения не принял, ни причастился, даже не пособоровался и не отчитывался, наверное. И первым вошел в рай. Вы подумайте, так ли мы понимаем христианство? Ой, как мы заблуждаемся! Как мы заблуждаемся? Вот я, например, уверен, что я где-нибудь, ну, хоть кусочек, но в раю где-нибудь буду под каким-нибудь кустиком. Правда же? Ну, что вы! Я же не такой, как прочие человецы. Да? Вот там. И вот это мыслишко чувство-то присутствует. Какая беда! Вот, вы знаете, мы имеем критерии замечательные, критерии оценки себя, своего состояния, замечательный критерий, по которому можем понять, в какой степени мы христиане, в какой степени мы действительно приобщаемся Христу, приобщаемся Его жертве. Пётр Дамаскин, один из преподобных церкви, писал, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вы слышите, это потрясающий критерий, по которому я могу себя оценивать. Да не надо мне других никого оценивать. Что, я вижу в себе, да? Грехи бесчисленные, как песок морской, да? Нет, конечно. Нет, конечно. Ну, я в чём-то согрешаю, естественно. А кто не согрешает? А уж как песок морской, это что, извините? Это, конечно, нет. И сразу мне ясно, вы знаете, как это важно, мне самому ясно, кто я, где я нахожусь? На какой, уж какое там ступенье, на каком уровне духовности я нахожусь? На каком? Нулевом? Ох, хорошо есть нулевом, едва ли. Боюсь, что за нуль в другую сторону. Замечательные критерии, которые должен знать каждый христианин. Каждый христианин должен знать критерии и постоянно, постоянно смотреть. Первым признаком начинающегося, начинающегося здравия души является видение грехов своих бесчисленных, как песок морской. Это удивительное дело, но все святые почему-то решительно все говорят о смирении, о смирении, как необходимейшем условии, условии того, чтобы человек мог быть назван, мог быть христианином. Все, без исключения. Что такое смирение? А что это такое смирение? Смирение – это и есть вот то состояние души, которое проистекает из видения своей греховности. Вот оно, начало! Потому что смирение также имеет восходящую листвицу. Вот что такое! Это не смиренничание, это не пресмыкание, это не рабство, это не человекоугодие, особенно начальство угодия. Нет-нет! Смирение – это и есть то состояние души, которое естественно, просто естественно оно в душе порождается, когда я вижу, что я совсем не тот, кем я должен быть. и тот человек, у которого это не происходит, тот, который не желает, желает этого, тот, конечно, далек от всего на свете, от всякого христианства. Как приобретается это? Преподобный Симеон Новый Богослов пишет, пишет, тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его немощи, грехи и страсти. то есть понуждение себя жить по Евангелию, оно открывает мне до тех пор, пока я не принял решение жить по-евангельски, так, я и не вижу этого. Мы же грехи просто не замечаем. Абсолютно. Они сыпятся, как, знаете ли, как из автомата Калашникова. И ничего не видим. Вот когда только начинается видение, когда я сопоставляю свое поведение, свою жизнь с Евангелием, тщательное исполнение, то есть понуждение себя к жизни по Евангелию открывает мне мою греховность, мои грехи. Вот он тот способ, благодаря которому я могу хотя бы немножко увидеть себя. Но когда преподобного Серафима спросили, а почему же нет сейчас таких угодников Божиих, которые которые были, и мы читаем, он ответил, нет решимости. Решимости нет. Это страшное дело. Страшное, что поразило христианское общество. Все христиане, кажется, члены церкви, а найти человека, который бы действительно принял твердое решение отныне жить по-христиански, этого, этого трудно встретить. Мы, знаете, как заведенные часы живем. Завели, и стрелки крутятся. В свое время удары отбивают получаса и часы, как заведенные часы живем. О решимости жить отныне все. Господи, помоги мне. Я знаю, что я не могу не осуждать. Я постараюсь, насколько это возможно. Я знаю, что я не могу не объесться, когда тут хороший стол или много. Господи, я постараюсь, насколько это возможно. Насколько возможно. Я буду стараться. И так в отношении всех заповедей Евангелия. И вот если человек примет такое решение, то тогда Господь будет ему помогать в этом. Но будет, конечно, помогать, если человек при этом будет правильно молиться. Правильно молиться. Ой, как интересно! А что, можно раз неправильно молиться? Опять что находим у святых отцов? они говорят, только искренние молитвенники восходили на небо. И они же говорят, именно молитвенники, но неправильные, впадали в то жуткое состояние, которое именуется на аскетическом языке прелестью, то есть самомнением. фу, как интересно! А то я слышу, молиться-молиться. Ну что ж, я молюсь, у меня печенка заболела. Не печень, а печенка, да. Ой, помоги мне! Я могу молиться о чем угодно, о квартире, о своем состоянии здоровья, о своих делах, о своих родственниках опять, чтобы им было все благополучно, о чем угодно, кроме одного, кроме одного. Попробуйте вы, встретьте, много ли вы встретите, вот очереди к очереди подойдите, которая стоит вот преподобному Сергею, и магнитофончик включите. Вы о чем молитесь? О чем молитесь? О чем молитесь? Попробуйте. Конечно, этого не удастся сделать, но если бы удалось, вы были поражены редко-редко, если кто... Я, знаете, что я стою, молюсь, преподобный отче Сергия, помоги мне избавиться от зависти. От зависти? О чудак какой! Зачем ты сюда приехал? Разве об этом надо молиться преподобному Сергию? К Матроне зачем вы приехали? От тщеславия избавить, чтобы? Вы что? Да кто же молится, чтобы избавиться от этих вещей? Печенка, селезенка, пьянство, измены. Вот! И все! Дай нам благо на земле! Преподобный, разве вы не знаете, что мы материалисты, самые дикие? Благо на земле нам нужно, а не это. Какая молитва правильная? При какой действительно молитве Бог может действительно помочь нам? При какой молитве? Отвечают! Отвечают! В этом отношении нет лучшего, наверное, руководства, как творение святителя Игнатия Бринчанинова. Это Бринчанинова, я немножко отклонюсь, сейчас можно? Это Бринчанинова, о котором, о котором Лев Оптинский писал, у меня нет слов, чтобы выразить, выразить вам свою благодарность. Макарий Оптинский, преподобный, пишет, это великий ум, великий ум и учитель. В Арсенофе Оптинский пишет, это ангельский ум, вы слышите? Ангельский ум, и когда он скончался, ангелы пели, пели Дорино Сима Чинми. Никон Оптинский пишет, творение святителя Игнатия, это азбука духовной жизни, вы слышите? Вы слышите, какие? Я уж не говорю, там, Игумене Арсении, что пишет, я его читаю сочинение, творение Игнатия, читаю, как творение древних святых отцов. Игумен Никон Воробьев пишет, это величайшая благодарность Игнатию, это поистине учитель покаяния. Вы слышите, сколько? Я специально говорю об этом, потому что появляются иногда какие-то странные, дикие высказывания, что Игнатий тот и тот. Вы слышите, свидетелей каких? Я назвал преподобные и святые. вот, оказывается, это что за человек. Так вот, он в своих творениях пишет о молитве очень, я бы сказал, и подробно, и тщательно, и указывает критерии истинной молитвы, и указывает опасности, опасности, о, как интересно, слышите, опасности на пути молитвы. Какая же молитва правильная? Если, так сказать, кратко сказать, то он называет, по крайней мере, три основных важнейших характеристики. И первая из них, которую он называет, это внимание. Внимание. Молитва без внимания, он говорит даже так, это есть оскорбление Бога. Дальше, говорит, благоговение. Кажется, ясно перед... Ну, как же молитву читать без благовения? Да сколько угодно! Читают, тарабанят и все. Никакого благовения. Та-та-та-та-та-та-та-та. Какое там благовение? И, наконец, наконец, он говорит, молитва истинная – это молитва покаяния. Покаяния – это же мольба, моление. Истинная молитва должна обязательно будет совершаться с вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Если этих, этих параметров, этих элементов нет, не нужно себя обманывать. Не нужно себя обманывать. Глинский старец Серафим Романцов монаху, который пришел к нему и сказал ему, «Отче, у меня непрестанная молитва?» Ответил, «Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к руганию». Ой, как сильно сказал! Вы слышите, до чего молитва-то может? Кажется, молитва до чего дойти? Как другие привыкают к руганию. Ну, мы знаем, как привыкают. Он, рабочий, сири, пойдет. Они там себе только и знают, выпуливают, выплевывают эти словечки. Причем, без всякого зла, безо всего, просто привыкли к этим словам. Как говорят, слова-паразиты. Вы слышите? Слова-паразиты. Так изгадцы молитвы могут совершаться таким же образом. Ответил ему, ответил ему отец Серафим, до чего замечательно, как точно. Говорят святые так, что, оказывается, можно приобрести даже непрестанную молитву и не иметь молитвы. Непрестанность даже молитвы. Это совсем еще не значит благодатность молитвы. Можно привыкнуть, особенно с четким молитвой Иисусова, можно привыкнуть. Это, в конце концов, говорят, не так уж сложно. Конечно, потрудиться надо, но сложно. Можно привыкнуть к непрестанности, но если там нет внимания, нет покаяния, благоговения, то эта молитва не только обессмысливается, вы слышите, не просто обессмысливается. Это был бы, так сказать, нулевой вариант. Нет, происходит нечто худшее. А какое худшее? Что же худшее может быть? А вот что. А я, слава тебе, Господи, уже три тысячи сделал молитвы Иисусовых. Слышите? Слышите, какой я? А я пять тысяч. Ой-ой-ой. А я десять. Ох-ох-ох. Ай-яй-яй. Ну, хорошо не перед другими, перед самими собой даже. Я столько-то сделал молитв. А ты хоть одну-то произнёс молитву или нет? Из этих десяти тысяч. Правда, не думайте, что молитву будто бы захотел я с вниманием и уже начал уже с вниманием. Нет. К этому надо приучать себя. В этом нужно упражняться. Потому что наш ум, к сожалению, когда касается молитвы, он моментально начинает рассеиваться. Требуется упражнение. Недаром само слово аскетика означает упражнение. Требуется упражнение. Требуется приучение себя к молитве. И вот совет, совет такого. Хотя бы раз в час, если речь идет о мирских людям, хотя бы раз в час, хотя бы остановить себя на минуту, на две и произнести несколько молитв Иисусовых от всей души с вниманием и благовением. Хотя бы раз в час. Но тот, кто хочет приобрести действительно молитву, он должен это стараться как можно чаще, как только вспомнит. Знаете, почему причина того, что мы всю жизнь, всю жизнь живем в христианстве, например, и никакого плода. Вы заметили это? Десять, двадцать, три, сорок христианин, христианин. И каким был, таким и остаюсь. Какое страшное дело! Об этом-то, наверное, надо подумать, что случилось? Что такое? Десятки лет в христианстве хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь и всё, всё одинаково. Как был, так всё и остаётся. В чём дело? А дело всё в том же. Всё в том же. Нет, во-первых, просто решить, принять решение, жить по-христиански. И второе, нет никакой молитвы. Увы, никакой молитвы. Молитвы, как правило, вычитываем. Даже сплошь и рядом этот термин есть. Вы вычитали молитвы перед участием-то? Вычитали. Ужас какой! Попробуйте вы напишите прошение своему начальнику или кому-либо. Придите и вычитайте ему. Попробуйте. Да ещё со скоростью света, с какой нередко совершаются эти молитвы. Без благоговения, как автомат. Потому что вычитываем молитвы, не молимся. И отсюда нет никакого движения в нашей жизни. вообще святые отцы говорят, что религии вообще нет без молитвы. Там, где у человека нет молитвы, там нет христианства. Нет христианства. Хотя бы всё делали, всё на свете. Всё на свете делали, всё, что можно сделать. И все таинства принимали, все, любые, включая священство, включая монашество и так далее. Всё, что угодно. Там, где нет молитвы, нет христианства. Остаётся одна внешняя скорлупа. Пустушка. И поэтому мы видим страшные такие вещи, что если в древности говорили «посмотрите на христиан, как они любят друг друга», то теперь, наверное, можно сказать «посмотрите, как они ненавидят друг друга». Но что-то очень близкое к этому. Вот вам и всё христианство. Это называется Христос учитель любви. Христос по любви пострадал, показал нам, если хотите, в этом отношении пример жертвы, страданиями и кровью. Кровью Он пришёл спасти нас. Апостол Иоанн Богослов пишет «Где нет любви, там нет никакой ни веры, ни Христа. Нет». И это главное, это главное сейчас выбрасывается, я не знаю куда. Доходит дело до ужасных вещей. Вы придёте подавать записочку в храм, он спросит «Так, а часто он ходит в храм? Ну, нет, извините, не принимаем. Мы молимся только за праведников. Грешников нам не нужно, это ко Христу отправляйте. Это Он пришёл призвать не праведников, а грешников, а мы пришли, принимаем только праведников, но не грешников». Вы слышите откровенное прям фарисейство? Часто не ходят. «Ты кто такой? Такие вещи спрашиваешь? Разбойник первый вошёл, оказался выше. Вот до чего дошло. Молиться за некрещённых нельзя. Даже мать не может молиться, если он некрещённый. Какой ужас! Какой ужас! Какая-то как секта. Мы только вот себя, о себе только заботимся. Христос сказал «Молитесь за врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть». Вспомните, какие потрясающие случаи в жизни святых, как они относились к врагам. Идёт Макарий Великий с учениками, встретили жреца языческого. Ученики набросились на него ругать его «Ты дьявол, ты бес, ты сатана!» А он такой был крепкий очень, это жрец, и сколотил их. Вот так. А потом Макарий идёт, Макарий его встречает, глубоко кланяется ему, глубоко кланяется ему и восхваляет его. Кого я вижу? Я вижу образ Божий. Говорит ему хорошие слова, тот потрясён, тот потрясён просто. Любовь побеждает, а не злоба. Любовь исцеляет, а не ненависть. Там, где нет благожелательства хотя бы ко всем людям, где нет хотя бы элементарного чувства любви и желания блага каждому человеку, там нет христианства. Ненависть и христианство несовместимы. Но любовь это как приобретается? Опять-таки, с одной стороны, мы должны понуждать себя, конечно, к этим вещам. Но любовь, любовь это высшее, так сказать, добродетель, если хотите. И она не может быть том человеке, который не видит своих грехов. Слышите? Пока я вижу себя хорошим, добродетель, чуть ли не святым, то я сверху вниз смотрю на других людей, осуждаю их. Как только я увижу, какой я пакостный, так всё, я свой язык прикушу. В больнице не осуждают друг друга за болезни, а помогают друг другу, не спрашивая, какой он веры, каких убеждений и так далее. Помогают друг другу, помогают телесно, так же надо помогать друг другу и духовно. Любовь приобретается, любовь восходит, только на почве смирения. И если человек не приобретает этого блаженного смирения, никогда он не может приобрести истинной любви. Почему об этом приходится говорить? Если вы обратитесь к католицизму, то вы будете просто поражены святыми, чем все те, кого католическая церковь именует святыми. Ну, может быть, почти все, я боюсь уже так говорить. Так, почти все, все об одном только учили. Любовь, любовь и любовь ко Христу. А Исаак Сирин пишет одному монаху, как ты смеешь писать такие безумные слова, что ты возлюбил любовь к Богу, не очистив сердце своего от страстей, ни о какой любви речь не может быть, божественной любви не может быть и речь. Любовь – это следствие. Мы можем только себя понуждать к делам любви и должны понуждать себя к делам любви понуждать. Любовь же как состояние – это следствие, во-первых, видения своей греховности, во-вторых, покаяния, дальше очищение души и, наконец, победы, победы над страстями, которые дается только тому человеку, который смирился и смирился, смирился, насколько это возможно, до конца смирился, ибо Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. Итог. В чём же сущность христианства? В том, как религии. Во-первых, оно говорит нам о Христе как том Спасителе, который по любви пришёл к нам, по любви и засвидетельствовал этим самым крестом нам, что любовь есть высший принцип человеческой жизни. Христос исцелил человеческую природу в себе самом и дал нам, христианам, средства, средства этого исцеления. И этими средствами является правильная жизнь по Евангелию и для тех, кто имеет возможность, как сейчас мы имеем возможность приобщения таинством церкви. Таинством церкви. Но правильная жизнь должна привести человека к смирению, и только та является правильной жизнь, которая приводит человека к смирению. И это смирение рождает и высшее, что может быть в человеческом обществе и в самом человеке. Это любовь. Любовь. степень любви может быть очень разной, но высочайшая её степень, та, о которой, например, писал тот же Исаак Сирин, что есть сердце милующее. И он сказал, это есть возгорение сердца о всей твари, о врагах, о демонах, о скотах, о присмыкающихся. И дальше он говорит, что если бы таковой человек был сжигаем десятикратно в день за любовь к людям, то не удовлетворился бы этим. Вот, оказывается, какому благу призывает христианство, и мы видим в истории церкви, как многие достигали этого блага. Какого блага? Вот этого состояния любви. А скажите, даже в человеке, в человеческом обществе, в нашей человеческой жизни, есть ли что более прекрасное и высокое, чем любовь? Даже на простом уровне, даже на уровне любви родителей и детей. Подумайте, какая красота, когда там в семье вдруг царствует эта любовь. Посмотрите, на уровне романтической любви люди шли на жертвы, на смерть ради этого. Что есть выше? Ничего большего. Христос не бил вершину этой любви, и человек призван так же восходить к этой вершине. Но это восхождение возможно только, повторяю, через познание себя, через видение своей греховности, через пристекающее отсюда смирение и рождающаяся из него любовь. Ну, спасибо. Я об этом хотел вам сказать на сегодня. Спасибо. Насколько важно выработать сейчас иммунитет в нашем подрастающем поколении? Иммунитет против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусова произнести от всей души с вниманием? Только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которой в нас естественно есть. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником церкви, ее членом. не знаю, не знаю, но не знаю, Продолжение следует...